всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под этими роликами очень интересно это все читать я совершенно серьезно говорю я не лицемерию и не вру да да чистую правду говорю ну и спасибо всем тем кто поддерживает канал материально это тоже приятно и как-то так бодрит знаете ли ну бодрит обратная связь она всегда бодрит всегда понятно что не просто человек что-то пишет отписаться что какой-то там идиот что а что этот дурачок скажет еще про про пинг флойд мой любимый что он понимает этот рыбин в пинг-флоиде вот я прусь на пинг-флоиде уже 78 лет и продолжаю переться и буду переться дальше а этот дурачок что-то там говорит а когда материально идет что тогда обратная связь очень очень хорошо да спасибо вот ну это понятно да что у меня такое продолжаю показывать пластинки своей любимой группы одной из нескольких самых-самых любимых вот это англичанин вот это англичанин вот это немец я их очень люблю вот так почему-то у меня две штуки но пластинка стики фингерс у меня четыре например разный хотя стики фингерс я не считаю лучшим альбомом группы the rolling stones своей самой любимой поговорим еще про эту штуку джетратал benefit 1970 год пластинка удивительная в свое время ян андерсон говорил что он не в восторге от этого альбома не все песни ему нравятся но это дело такое автор выпускает свое произведение в свет и он уже неволен он уже не отвечает за его судьбу и за то как люди воспримут эту штуку это его произведение и тоже сказал андерсон это ведь это дело дело момента дело того момента в который он говорил с человеком который берет у него интервью через пять минут у него может быть все по-другому уже в голове сложится но при этом он сказал что зато альбом безумно нравится мартину барро который здесь наиграл это вообще бенефис мартин а барро практически очень таинственный очень тревожный и самый мрачный альбом группы джетратал мрачнее ничего не было чем benefit и он такой необычный такой какой-то болотный в хорошем смысле этого слова что когда я услышал в первый раз еще будучи школьником у меня заворожил как просто какое-то действительно волшебство я услышал из колонок это волшебная потусторонняя совершенно музыка хотя казалось бы ну что он урок группа флейта вокал до ничего больше никаких этих ничего такого нет прямая акустическая ну электрическая но не синтезаторная музыка тем не менее магия поперла просто сразу любимый альбом покойного к сожалению флейтиста и певца группы аквариум дюши романова он обожал эту пластинку а борис гребенщиков назвал ее совру потому что дословно не помню но что-то такое потерянной алмаз потерянное сокровище группы джи тратал потому что пластинка не ну как бы она не на виду она не на виду да как там акваланг как даже там broadswood and the beast как последний альбом предпоследний ген зелота и и масса масса пластинкам song from the wood minstrel gallery эти все они как бы так впереди thick as a brick а про бенефит как-то говорят меньше но это не знаю на мой взгляд это действительно такой спрятанный шедевр спрятавшийся ян андерсон был в странном состоянии когда записывалась эта пластинка группа отработала три американских тур турне больших покатавшись по всей америке очень устали андерсон был недоволен кое-чем знать то есть вообще в принципе он был доволен он говорил что я стал рок-звездой стал жизнь жить жизнь урок звезды и мне это с одной стороны нравилось с другой стороны я это все терпеть не могу ну то есть он не преувеличивал не вижу я стал звездой нет он я стал жить жизнь урок звезды потому что три гигантских тура пластинки продается очень хорошо стендап там я им веду и все 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 что к этому прилагается все группа получала до концертирующая группа пользующаяся успехом в америке был потрясающий успех одна из самых популярных английских группы была в америке наряду слэд зеппелин в то время 69 70-е годы и андерсон еще не любил он еще на этого уставал и особенно его обломали концерты в сан-франциско он говорил что филмарист в нью-йорке был сидячий зал и все было в порядке все было хорошо мы играли все было здорово а филмар филмар вест в сан-франциско зал был набит обдолбанными хиппанами и андерсон говорил я не понимаю меня бесит вот эта публика которая начинает танцевать тут же падать отрубаться выбегать на сцену какой-то хаос в зале и меня все принимают за хиппи потому что я волосатый с флейты бегаю по сцене все говорят что я тоже наркоман это все очень мне нравилось когда они вернулись в англию он был уставший озлобленный слегка и родился вот этот родился родился да вот этот вот этот альбом на удивление ну вот кстати на сцене наши герои вот так они себя вели и хиппи сан-франциско и конечно приняли за своих тут же такие вот безумцы волосатые в странных одеждах но тем не менее вот это раздражение этот мрак он вылился в песне и первая песня вы дают у хелп не она просто вот меня меня маленького лёшу рыбина школьника когда это услышал вылетает трейльфлейты из тишины и наплывает как это такие волны болотной тины вот такие но 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 не грязный а такой приятного такие медленные такие волны они так накатывают 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 разрывный голос я на андерсона не громкий не орущий вперед а какой-то такой наполненный болью наполненный более отчаянием и вот эти вот волны такие плывут 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 и классического рока такого прямого где все понятно как бы его и нету потому что то что называется психоделия какая-то пошла хотя все играют понятные партии все здорово все хорошо но все это все это полотно так уходит с реграберации появляется опять флейта с дилеем и так раз опять продолжается опять накатывает очередная волна и в этом просто так вот погружаешься погружаешься в нее погружаешься ничего себе джет ротал дал а до этого я слушал уже акваланг слушался к за брик ну вот эта пластинка она как вот это дали джет ротал какой-то и при этом это тяжелый рок несмотря на все вот эту психоделищность это тяжелая гитарная такая история удивительная штука на финту сей продолжение вот этих самых волн только немножко поживее немножко чуть более темпово мартин барр с гибсоном своим тут уже в полный рост встал на аванс-сцене и дает по полной удивление вызывает сильнейшая life and well and living in чуть полегче но туда же сам просто какие-то ладзепелин овские штуки уже гитарные пошли ну единственно можно передохнуть фу майкл коллинз джеффри энд ми появляется акустика привычная появляются привычные уже человеческие какие-то такие вокальные истории и в этот тот самый джет ротал они пришли в себя после вот этого гитарного рева и психоделических волн пришли в себя вернулись но ненадолго потому что to cry song первая песня на второй стороне мартин барр говорил что она родилась под влиянием музыки blind fate а именно песни не помню забыл название to cry song гитарный риф пошел и на этом гитарном рифе лежит вся песня а середине мартин барр конечно распрягается уже андерсон дает ему волю и барр показывает на все на что он способен был на тот момент времени в семидесятом году потом он стал способен на гораздо больше но тогда он дал просто здравствуйте мы вместе с лет запилин вышли на одну сцену и и краем тоже тяжелый настоящий английский рог и time for everything inside play in time 3 песни можно прийти в себя после to cry a song потому что неожиданно для джет ротал вот этот вот гитарная такая история пошла но самый мой любимый номер самый просто такой который меня вынес уже далеко 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 еще в те самые юные годы в годы детства можно сказать вынес меня далеко 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 и воздействие оказал такое же примерно как группы beatles на меня шибанула меня еще в самые самые юные годы когда сознание перевернулась и музыка она подействовала очень сильно society women ну написано society women на самом деле society women общество ты женщина и такая довольно длинная песня и по своему мраку по своему отчаянию по своей боли которая заложена в музыке именно в музыке в подаче в голосе она превосходит и вы ду 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 хелп и на финал такой просто какой-то откровенный откровенное открывание души вот так вот как говорил жан-луи барро отец искусства пантомимы французский актер что такое актерская игра что такой пантомимы голый человек на голой сцене и покажи мне что ты можешь сказать без декорации без костюма без грима а вот это настоящее искусство актерская когда голый человек на голой сцене и что ты можешь покаять даже без голоса ну допустим с голосом и вот это сосает ее и вуман это как раз тот самый взлет артиста который бывает у каждого хорошего артиста бывают такие прорывы у джона леннона например целый альбом есть такой да который называется пластик она бэнд он весь от начала до конца такой когда голый человек на голой сцене и здесь вот со сайте уман это она просто вышибает не знаю вышибет ли вас меня она унесла и до сих пор еще не принесла я до сих пор еще там я оттуда говорю я еще не не это сам не не тут вот такая пластинка я ее очень люблю она совершенно не похожа не на стендап не на акваланг не нас и козыбрик уж тем более никакого артрока никакого модернизма никакого абстракционизма как сказано в нетленном фильме если я не ошибаюсь самогонщики называются да нет не самогонщики но не важно да сам пускай будет самогонщики гайдай короче говоря гайдай гайдай подходи не ленись покупай живопись любимая группа самым таинственным альбомом самым тяжелым самым гитарным кстати говоря на концертах они играли в ту пору адски громко страшно тяжело у меня есть пара концертных альбомов один номерной второй бутылок я про них расскажу покажу их чтобы вы могли их найти в сети или в магазинах купить послушать и убедиться что да кстати ян андерсон говорил здесь когда они начинали писать писать этот альбом я хочу сделать что-нибудь новое после того что мы играли в от запилен ослы деплина не играли вместе на концертах и иногда я уже говорил про это иногда там толп в первом отделении во втором вот заприн иногда наоборот то есть они на равных совершенно покоряли америку и покорили ее и были самыми на тот момент востребованными британскими группами соединенных штатах а соединенные штаты это главный музыкальный рынок да мы все про это знаем во всяком случае был в ту пору так что все было хорошо и после этой пластинки пошло дальше 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 идет до сих пор и дай бог здоровья яну андерсон и его товарищем великая группа джатратал пошел пить за это все дело пока